Многие еще любят смотреть на дебилов, я вам скажу, как есть. Реально это так, то есть это на всяких неадекватных людей, которые могут выбежать в центр города Ростова, допустим, полуголыми, да, там с нуля страничку не раскрутить. То есть если у тебя 10 тысяч подписчиков есть, на твою страницу зайдут и посмотрят. У тебя нет 10 тысяч подписчиков, на нее даже не зайдут. Потому что я не думаю, что эта страница устарела. У вас 118, да? 115, да. А, уже 116. Добрый вечер, мы сегодня проводим такую установочную встречу, можно сказать, первую в уходящем году, ну, первую вообще в истории, а именно в этом году, в таком формате, на базе точки Пенни Ринг, встреча с молодыми, так скажем, блогерами, либо активными пользователями социальных сетей. Те, кто хотят в будущем заниматься блогингом, либо трансливать какие-то интересные новости в сфере молодежной политики и работы с молодежью. Меня зовут Андрей Косенко, я начальник отдела по делам молодежи города Ростон-Дону. Должность, хоть и связана с администрацией, но мы выбрали место не административное, да, как вы понимаете, такая... Это такой коворкинг точки Пенни, которая появилась в сентябре месяца на базе университета, Ринг. Такие точки Пенни есть и в ДГТУ, и в ЮФУ, поэтому некоторые ребята сейчас запаздывают, мы начинаем уже встречу, не будем их ждать, они перейдутали и другие точки Пенни. Значит, цель нашей встречи, я не буду докладывать, вам говорить, какие мы хорошие, чем мы занимаемся, это можно увидеть из социальных сетей, не буду тратить ваше время, прежде всего. У нас предложение, чтобы мы сформировали такое медиа-сообщество молодежное, у нас при отделе такое же медиа-сообщество есть. Это первый информационный молодежный центр ПИМС, мы его сформировали с 2017 года, у нас есть ребята, представители, трое сидят, они объединяют в себе ребят, которые хотят заниматься медиа-волонтерством, это и фотографы, и видеографы, и те, кто хотят освещать новости, создавать новости. Мы предлагаем в этом плане сотрудничество, всем, кто здесь присутствует, и те, кто слышат на другом конце телефона. К счастью, сейчас техника позволяет не просто собраться в зале, проводить скучные заседания, а именно общаться через различные каналы, в том числе прямые эфиры. Мы такую тему практикуем, проводим не просто пресс-конференции в формате «говорит одна голова» и все, а устраиваем какой-то канал коммуникации. Поэтому в большей степени хотелось бы вступить с вами в диалог, какие вы видите формы канала коммуникации. Мы хотим, чтобы вы вот таким увлекались, транслировали не просто какие хорошие, допустим, отделки молодежи или власть, а именно транслировали реальные, фактические данные, которые есть, и давали обратную связь о тех событиях, которые происходят. Второй момент – это создавать информационные поводы, потому что если нужно о чем записать, а не о чем, значит, нужно создавать. Только наша позиция, вот у Бинса, допустим, позиция такая, это позитивная новость, потому что процентов 90 всего контента, если мы посмотрим сейчас в группу, мы анализировали, это только негатив, все плохое, все ужасное. Это больше завлекает. Но тут еще мы с вами виноваты, что мы каждую эту новость просматриваем, лайки, мы заказываем эту новость, эту услугу. Поэтому я считаю, что у нас есть чем поделиться, мы готовы предоставлять информационную базу, ту, которую вы посчитаете нужным, те, которые мы сформировали в такой вот медиасоюзе или в медиагруппе, неважно. Нас поддерживают различные другие центры информационные, мы сюда консолидируем все вузовское сообщество, это центры информационные, пресс-центры молодежные, школьные. То есть планы у нас большие, но для этого нам нужен такой вот формат, открытые трибуны, открытые дискуссии, как, к чему нам двигаться и в дальнейшем привлекать. В большей степени мы хотим показать реальную доступность не только власти, на работе со СМИ, вы знаете, совсем недавно глава администрации, проводил встречу с средствами информации, но и в большей степени, чтобы слышать обратные связи от населения и на эти вызовы реагировать. Я не хочу, чтобы у нас такая встреча или в перспективе работа складывается столько, чтобы мы слышали жалобы, проблемы и их решаем. Здесь больше нужно, наверное, сформировать медиакультуру. Это очень сложно, но это возможно, поверьте. Мы к этому мы стремимся и будем идти. И в завершении своего такого краткого спитча хотел бы сказать, что мы уже на этом пути есть, мы сформировали определенную, так скажем, молодежную медиагруппу, где есть не только освещение новостей, их трансляция, то, о чем я в начале сказал, но и еще и другие составляющие. Это киберспорт, набирающий такие большие темпы за последние три года. Вообще, блогинг сегодня стал не просто развлекалов по общению между другом. Считайте, что это уже в некотором роде вымещает и журналистку деятельности отчасти, что каждый ньюсмейкер может транслировать, его будут слушать больше, чем уважаемое средство нас информации. По крайней мере, это то самое исследование, которое мы проводили в социальных сетях. Ну и третий блок, это, конечно же, мы понимаем, что та самая цифровизация, к которой мы все пришли, все ждали, она несет и обратную сторону медали. Это кибербезопасность и киберугрозы. В чем они заключаются? Вот Алиев, он сейчас присутствует, да, и его организации, ребята, блокировали негативный контент. То есть это различные игры смерти, да, это различные группы в социальных сетях, которые призывают к каким-то экстремистическим, террористическим, не дай бог, действиям, да, распространяют наркотики, суициды, педофилию, то есть все, что запрещено в нашем законодательстве. Ребята выявляют, если не получается это делать автоматически, то есть блокировать баню, да, они обращаются в суд, и уже один суд они выиграли в прошлом году, второй они сейчас подали заявление. В прошлом году заблокировали кибер, сегодня 406 направили. 406, то есть рост 400 раз, выявляемо, это не значит, что их меньше, или что их там больше, это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Плохо, что они есть, хорошо, что мы их выявляем в платеже и обращаемся в судебный орган, то есть система власти здесь слышит и понимает, и воспринимает. Поэтому у меня на этом все, я хотел бы пообщаться с вами, познакомиться. Давайте справа налево, с вас начнем. Меня зовут Артемий Зайцев, очень приятно с вами познакомиться. Я надеюсь, что эта площадка будет полезной и еще в одном аспекте, как возможность обществу, блогеров общаться с властью. Вот, например, мне бы очень хотелось пообщаться с главой МВД Ростовской области Агарковым, потому что полиция и охранники постоянно запрещают видеосъемку. Для полиции это превышение служебных полномочий. Когда они это понимают, они начинают уже вязать, отбирать камеры, возбуждать дела административные. В отношении видеоблогера Гаспара Авакяна возбудили уголовное дело, потому что он снимал сотрудника полиции на видео, отказался прекратить видеосъемку, к нему была применена физическая сила, а потом Авакян требовал этого сотрудника возбудить уголовное дело. Его обвинили самого в вымогательстве. Мы в курсе. Вы знаете эту историю. Соответственно, ну это не просто так, я спрашиваю, потому что Авакян очень известный, а есть люди, которых вообще никто не знает. Они достают телефон, начинают снимать сотрудника полиции, у них отбирают телефон, вяжут, обвиняют по 318-й статье, 5 лет дают строгого режима. То есть, как бы вопрос серьезный, и вот как вообще должна реагировать полиция, об этом должен, я думаю, думать больше всего самый главный из них. Я услышал вас, Артеми, не совсем наши полномочия предмет встречи, но... Но вы можете пригласить таких людей, которым можно задать вопрос. Задали вопрос, да. Я готов ответить на все вопросы, это позволяет немножко знания. Значит, мы то, что вы сказали, сформулировали тут, отметим, направим в общественный сайт МВД, чтобы как-то урегулировать вопрос, каким образом можно привлечь, чтобы был какой-то диалог или общение. Правильно? Ну, на самом деле, от Агаркова требуется просто жестко карать тех, кто запрещает видеосъемку в какой-либо форме, потому что иначе это превращается в уголовные дела. Если сотрудники записали, мы обязательно передадим именно представителям, кто занимается средствами массовой информации в главном управлении МВД, это отдел пресс-службы и тех, кто взаимодействует. Спасибо большое. Вопрос вам, в принципе, интересен. Давайте, только я вас прошу больше вот на наши задачи, вот моя, по крайней мере, это молодежная тема. А я что хотел спросил, вот, может, еще кто-то хочет спросить. Мы сейчас поскоримся просто, да, давайте. Мария. Городской совет молодежи. Да, веду прямой эфир, общаюсь с трансляцией. У вас просто в Совете молодежи есть районные советы, районные советы. У вас есть в пресс-центре военных университетов? Да, Юлия Алексеевна. Веду свой блок о волонтерстве. Недавно была на крупном мероприятии на «Добровольство к России». Ну, в два страны, да. То есть, ваш семейство – добровольчество, правильно? Вам интересно в таком формате? Интересно, да. Вам есть это общение, потому что вы волонтерстве очень долго, насколько я его знаю, и Олимпиада, и Юбилия и Победы, в волонтерском корпусе занимали ключевые позиции по организации. Да, интересно. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Громче можно, да? Да, в Польском Венееме. Ребята, всем привет. Очень приятно с вами познакомиться. Замечательно, что все вы здесь с вами собрались. На самом деле, пока есть момент сказать. Знаете, Андрей Васильевич, ваш отдел по делам молодежи проводит огромное количество мероприятий замечательных, да, и я заметил такую тенденцию, что в основном я вижу информацию по спаку, то есть как бы анонсирование как такого. Я не замечаю. Очень много информации отчетной. Это очень здорово. Но, допустим, есть, я уверен, что есть огромное количество молодежи, которые бы хотели получиться в тех или иных мероприятиях, но ввиду там недостатка информации о том, что что-то будет после того же самого анонсирования, люди просто не попадают. Поэтому я считаю, что было бы очень здорово, если бы те ребята, которые собрались, сделали какую-то комьюнити, которое бы могло в том числе транслировать то, что будет происходить в городе по вашей части. По частности, я делал бы молодежь и всего остального. Это первый аспект. Я думаю, что это вполне реализуемо и буквально сразу. Относительно того, чтобы транслировать какие-то позитивные истории, ну, их на самом деле сложно транслировать, потому что их не так много в наше время. Да, больше, конечно, негативных каких-то моментов, но искать искусственно создавать какие-то позитивные вещи, ну, на этом не очень правильно. А когда мы там как цель внимания каких-то проблемных аспектов, но у нас есть хотя бы возможность там начать и как-то искать выход в этот ответ. Относительно вас, просите, Артемий. Артемий, да. Я думаю, что это скорее даже вопрос председателю Ростовского областного суда. Вот с кем бы классом было бы произвести встречу. Агархов, по сути, это замечательно, но вряд ли это замечательно, но так или иначе. Гархов это Агархов, председатель Ростовского областного суда, это совсем другая история, потому что все дела, которые возбуждаются, по сути, возбуждаются, ну, зачастую. Не очень правильно может проинтересоваться. Молодежки, да, ну, это тоже себе молодежь касается. Самая уязвимая мобильная группа у нас, которая у меня касается. То есть, если вы правильно акцентируете, что у нас постфактум очень много новостей, они распространяются молниеносом. Давайте делать больше... Но пресса или смотрите, мы... По крайней мере, всегда за благовременное дело у нас нет ни одной новости, но очень редко бывает новость, чтобы они были за один день. Мы это делаем минимум за пять дней, за неделю. Вопрос, как вот ребята подхватывают средства массовой информации с сайта администрации, либо через наши социальные сети, это другой вопрос. Но было бы, чтобы комьюнити, которые... Прямой контакт, например, вот Юж, доступно новостей. Марк, да, вот присутствуют. Вот они всегда подходы нашей новости, привлекаются к каким-то событиям, спасибо вам большое, интересным, как бы задают какие-то вопросы определенные, включаются в какие-то события. Ну вот, ну, это вот оно, с этой стороны, кончится массовый. Готовы тоже у нас сейчас там не очень большое количество подписчиков и так далее. Это у нас ВКонтакте сегодня 8 тысяч, не знаю, мы с этого планируем, у нас немного неплохо. В ближайшее время планируем активное развитие, как бы, аудитории, поэтому мы готовы подхватить вашу историю с огромным удовольствием, потому что мы считаем, что это важно. Все мероприятия, которые проводятся, я не видел... Ну, вот за последний год я активно участвую, да, снова. Я не видел ни одного мероприятия, которое было бы, ну, так себе. Очень интересная история, я считаю, что молодежь нужно вот таким удобным. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Олег Павленко, я заканчиваю в ГИК по специальности режиссура нитрового кино и телефильма, режиссер, оператор, фотограф, видеограф. Готов участвовать в любой работе. Конечно, мне интересно в большей степени операторство. Ну, понятно. Ну, в принципе, я занимаюсь всем, что связано с ее продукцией. Спасибо. Виктория Халявская, аналогично студенту ГИКа, режиссура нитрового кино и телефильма. По совместительству главный редактор ГИКовского телевидения. Вот. И, собственно говоря, опять же, привлекает работу преимущественно в видеопродажене, потому что прямой профиль. Угу. И хотелось бы нарабатывать переструктивы. Угу. Ну, и руководители... Восполнующие обязанности. И по идее. Еще один ГИКовец. Учусь на среднем профессиональном образовании. Театральная группа экологических лагинок. Мне заперли на друга. На самом деле, вот в таких мероприятиях последние 4 месяца, когда поступила в ГИК, до этого было только детское радио. Это единственное, что было вот как-то направляющим журналистики, в принципе, в информационном секторе. Мне очень нравится, хочу работать в корреспонденции, то есть... Оперативно-корреспонденции. Да. Вот. Хорошо. Такие тоже нужны в команде. Видите, уже видеограф, СМИ, волонтерство. И тоже операция, да, Артемий? Правильно? Восторг. Я программист вообще. Программов? Слушай, это вообще классно. В первую очередь, кибербезопасность, то, что нужно, айтишники, ну, нужно, да. Пожалуйста. Меня зовут... Здоровья, Финис Васильевич. Меня зовут Павел, это Анастасия. Мы студенты Датского государственного технического университета, факультета медиакоммуникации и медийной технологии. Вот. Собственно, мы же оба представители внутрифакультетской редакции. Мы занимаемся в основном новостями и продвижением пока как бренда нашего факультета, вот, и института. Ну, лично я в большей степени фотограф и фото-журналист. Вы? Не знаю, что сказать. Ну, вы что делаете по отношению к этому? Пишите. Да, на момент мы закончили, получается, представление нашего проекта. Мы создавали печатное медиа, которое будет в итоге издаваться у нас в электронной версии. То есть вы предприятие телевизор, наверное, да? Я скорее как автор идеи и человек, который собрал группу и продвигал это в рамках предмета. Руководитель проекта. На нашем городском уровне интересно вам это взаимодействовать, сотрудничать? Мне бы хотелось знать, как это можно было бы продвинуть дальше и чтобы заинтересовалось как можно больше людей этим проектом и развитие дальше. Конечно, вы меж вузами. У нас тут пока присутствуют ИК, ДГТУ, РИН, ЮФУ. То есть у вас уже будет такая коллаборация в перспективе. Я скажу, к чему мы должны еще стремиться. Отлично. Да, заинтересован, во-первых, в расширении связей. Возможно, да, какая-то коллаборация между вузами и заодно расширение своих навыков. Меня зовут Евсеев Костя. Я студент Ростовского государственного экономического университета, юридического факультета. С профилем работы пока еще не определился, но... Прошел послушать. Да. И готов активно сотрудничать и работать. Хорошо. Здравствуйте всем. Александр Ефремов. Молодежный парламент при ЗАГС Собрании Ростовской области. Информационная комиссия. Как раз таки участвовал в освещении деятельности мероприятий, которые у нас проходят в области. Как раз таки среди молодежи. И реализовывал освещение деятельности премиум спорта Ростовской области. Дон спортивный. Как раз таки эту площадку использовали. Интересно на самом деле поучаствовать и в городской среде. В Ростовской области при отделе по молодежи. Два молодежи. Наверное, я соглашусь с тем, что не хватает определенной группы, чтобы подхватывать мероприятия, которые у нас предстоят. И, собственно говоря, в них уже принимать участие и освещать по своим возможностям. Я думаю, нужно будет это все обсудить и что-то подобное сформировать. Может быть, это какая-то определенная группа таких лиц, которые заинтересованы участвовать и освещать подобные мероприятия. Хорошо. Спасибо. Давайте, Фили. У меня слышно. Я сюда присяду. Что нужно рассказать? Слегчин. Кто вы? Меня зовут Адам Алиев. Я руководитель штаба общественной организации, юрист. Ну, еще много чем интересным занимаюсь. Но ближе, наверное, будет к нашей тематике, как отмечала свыше Андрея Васильевича. Мы мониторим социальные сети, в принципе, интернет на выявление противоправного контента, в частности, запрещенных игр, содержащих в себе запрещенную информацию, особенно для детей, наносящих вред их развитию психологическому, физическому и так далее. И блокируем эти игры. Вот недавно, кстати, один сайт отписался, они сами 290 игр за блоки, они убрали сами. Это без учета вот этих 461, да? Да, они сами удалили со страницы, как бы, там есть определенные процессуальные моменты, претензионный порядок, нужно им писать, они это все сделали. А остальное находится в суде. Мы ведем именно судебное заседание, потому что права, как и таковой, нету, тем более, с извинением, как бы, сейчас немножко тяжело. Но планируем именно расширять тематику, чтобы не только игр, а, в принципе, противоправный контент, распространение идеологии терроризма, эксимизма, пропаганда, там, запрещенный материал и так далее, чтобы их тоже блокировать, но блокировать не только через суд, но есть много схем, которые хотелось бы наладить, и с другими общественными организациями, либо инициативными людьми, поэтому мы будем рады сотрудничать, если кому-то будет интересно. Что касаемо интернета, ну, из меня, наверное, блогер слабый, у меня там 3000 подписчиков, всего лишь и укладывать на общественные мероприятия, где участвуем, что проводим и так далее. Ну, в принципе, пока пойдем. Марк? Здравствуйте, ребята, Южная служба новостей. Если кто-то хочет дальше продолжать или связать свою жизнь с журналистикой, милости просит. То есть это тоже одна из целей, чтобы вот это было нации, не просто взаимоотношения между ГУЗами, СУЗами, средствами массовой информации, различными образами власти, законодательным, региональным, там, парламентом, городской думой, администрацией, правительством, ну, еще и, так сказать, некоторым будущие кадры, которые могут готовить, обучать, готовим меньше или работали в стажировке наших средств массовой информации. Прошлый созыв, им, кстати говоря, некоторые ребята трудоустроились в Дом-24, и в газету Молот, и в наше время, ну, не много, он там, опять, человек, ну, самый лучший, те, кто хотели, реально. Нет, это просто хобби и в кайф пока не в студентах, об этом в БСЕ, ну, в большей степени, это тоже одна из целей, вот и обучение, кибербезопасность. Али, тут упомянул блогер, он так называется блогер, по большому счету, тут блогеров, как бы, в принципе, и нет, но можно активных пользователей социальных сетей перевести в блогера. Мы будем проводить, допустим, какие-то форумы обучающие необходимые, школы блогеров, да, где ребята будут обучаться тем самым, навыком, на которых вы сказали, делиться и получать. Да, мы вас подписали, мы подписали. Меня зовут Анна, я представляю школу блогеров ЛИЦА, это, в Ростове-на-Дону одна из 53 школ, мы франшиза, но в Ростове-на-Дону работаем, скажу, скоро без малого года. Ну, тоже по образованию я-то журналист, и в основном у нас работают журналисты, так получилось, да, или не специально, то есть мы понимаем, что это все-таки что-то такое сродни, но вот набирающее новое какое-то, новые обороты и принимающее новое лицо. Ну, что мы можем? Ну, в первую очередь, конечно, набираем детей от, ну, школьного возраста, понятно, 7 до 15 лет. Наша цель, во-первых, объяснить им, что такое безопасность сети, нам тоже это важно, потому что родители приводят их очень часто за ручку и говорят о том, что вот научитесь с самого начала, что первые шаги сразу были правильные, куда там не лезть, куда там лезть, что можно смотреть, чего нельзя, как все правильно настроить, в общем, и с такими целями приходят. И, конечно же, для саморазвития, так называемая цифровая самопрезентация, сейчас это водное такое словосочетание, то есть, что ребенок через соцсети, через свою цифровую, какой-то цифровой свой образ мог преподнести то, что он хочет внести в массы. Очень круто получается у спортсменов, у нас были балерина, у нас была выпускница. То есть, ну, что-то дети, что делают в офлайн, чтобы они эти могли бы внести, перенести это в онлайн. Вот, мы тоже открыты, да, каким-то контактом, потому что у нас проходят встречи с блогерами у детей, им интересно задать действующим блогерам какие-то вопросы. И, кстати, очень часто наши ученики за время учебы на базовом курсе они, наверное, делают для себя очень разные выводы, что это оказывается работа, вот они пришли поиграться, а оказывается там много чего делать надо. Но, слава богу, что вот все двигается к тому, что после этого они понимают, что вот я, наверное, все-таки да, а я вот нет, а я вот журналистику. Ну, что-то тоже из этой области. В общем, вот мы есть. Вы как журналисты согласитесь с таким мнением, что, в принципе, блогинг как таковой, он чуть-чуть начинает уменьшать журналистик в основном? Нам так не хочется на это верить, потому что мы журналисты, хочется, чтобы то и то, да, имело место быть. Но, да, сейчас, наверное, журналист должен становиться... Потому что сейчас люди, особенно молодых, они верят человеку, какому-то блогеру, у которого нет настоящей фотографии, нет настоящего имени, к нему невозможно обратиться. А он транслятор культа информации, которую люди потребляют и соглашаются, как, вот, да, это круто. А если такую же информацию дает журналист, уважаемый, с образованием, знающий там слово, да, вот, слово, понимаете, в каком смысле, да, им владеет этим словом, нет, это все равно там или пропаганда, или он какого-то не сильно объективен. То есть это факт уже работает. Сейчас, сейчас. Вы вместе, да? Нет, мы не вместе. Учились вместе. Да, учились вместе. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я тоже журналист, и сейчас мы развиваем собственные проекты именно в Инстаграме. Называется, один из наших проектов сейчас называется «Мастер-блогер». Мы работаем и берем интервью у знаменитых, известных, популярных, может быть, не очень популярных блогеров в Ростове. Мы начали, вот, ну, недавно буквально начали этим заниматься. Пригласить. Вот, нам в этот момент как раз это интересно для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы узнать, кто, как развивает свой блог, как бизнес подходит к развитию своих блогов. Мы как раз пытаемся соединить и вести ту самую журналистику в соцсетях и делать это, и преподавать именно журналистику в соцсетях. Кроме того, мы хотим делать различные марафоны, обучение онлайн, оффлайн для блогеров. И пытаться... Вам интересно консолидаться на городском районе, именно сегмент про молодежь. Молодежь 14-30, но она широкая грани, понимаете? Это 14-30 можно разделить еще на немножко на подкасты. Совершенно верно. Потому что это очень большая группа, и они будут мощными трансляторами всех абсолютно событий. Да, конечно. Не зря блогер сейчас лидер мнения, поэтому этим надо пользоваться. У нас есть еще коллеги, которые не присоединили. Сейчас я вам слово тогда. Это Вадим Анафьян, он при Госдуме в Совете по блогерству, в блогерстве, в блогерстве, в блогерстве, в достовии. В целом, а также у нас поддержан ПТХ, это противодействие к страницам террористов в сети интернета. Я вчера буквально общался с их руководством, они не смогли, если у него присутствует. Но они в плане кибербезопасности, то есть блокировки, могут провести обучение. То есть вот уже у нас в общении, в представлении, мы понимаем, есть соприкосновения, правильно? Это и есть сущность. Они просто сконсолидируют, но еще, чтобы это работало на общий результат. Совсем недавно они приглашали на форум Академия ШАГ, по обучению IT. Это частная компания, ничего плохого нет, если частная компания имеет социальное направление, социальное предпринимание. Они говорят, если ребята, трудные, подростки, мы здесь встречались совсем недавно с ними, они готовы им предоставлять на верноотвестной основе то самое обучение и блогерству, и активным пользователям, как это пользоваться, как транслировать информацию, как ответственность за это есть, то есть юридическом свете, юрист есть, да? У нас и в этой части есть определенный продвижник. Вот кого вспомнил, быстро назвал. Сейчас выскочили, и вы хотите рассказать, да? Вот, собственно, к вопросу о форуме, помещается сейчас блогерство, что это на листе. По наблюдениям и сравнениям, которые я недавно проводил, сейчас большинство крупных изданий стараются совмещать несколько точек передачи, то есть блогинг, это просто становится одним из направлений. И причем на настоящий момент, чем человек старше, тем больше он предпочитает все-таки текстовую информацию, потому что в какой-то момент идет присыщение картинкой. Постоянная звуковая и цветовая трансляция перегружает, и вот лично я уже на своем примере в большей части перехожу на текст. То есть от вайнов, 15-секундных и картинок в обратном процессе. Да, обратный процесс к статьям. И мне кажется, по возрастной градации тоже, чем человек старше, больше уходят в тексты. Плюс вы понимаете, что у нас говорят модные в последние два года термин поколения Z, это когда люди с клиповым мышлением, если посмотреть, 5 лет назад задействовать внимание человека можно в течение 45 секунд. Вот сейчас психологи говорили 8 секунд, в ближайшие 5 лет будут 6 секунд. Но ты не знаешь, что вы всю информацию за 6 секунд передаете. А зацепить внимание, привлечь внимание, вернее. Это уже, я бы даже сказал, не зацепить внимание, а зацепить внимание на каком-то уже подгружении в контент. Чем-то интересовался и погрузился. К сожалению, плохие вещи, от которых стал Алия, они цепляют же каким-то образом. Именно потому, что они взрывные и во-первых, не можно создать обсуждение. Да. А положительные факторы... И перепрошивать вообще. Да. А положительные что? Положительные запрошивать, неинтересно. Так, Марк присоединился. Еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Афина. Привед, что вам рассказать? Чем я занимаюсь, по моей деятельности, в основном я занимаюсь продвижением в Инстаграм. И основная задача моя непосредственно, это заниматься продвижением организации либо же компании. У меня не было с самого начала, к сожалению, я многое пропустила, поэтому я готова сказать только лишь то, что на самом деле Инстаграм является сейчас довольно-таки самая популярная точка, что рекламная точка, что точка популярности. То бишь, объясню вам. Как вы поняли, если ранее для того, чтобы стать популярным, надо было двигаться, идти там на какие-то проекты известные, вкладывать огромные силы, усилия и так далее, то сейчас это намного проще сделать. То бишь, это нужно иметь либо финансовую сторону и вложение в какие-то определенные паблики, в какие-то рекламные точки в Инстаграме для того, чтобы популяризировать свой проект определенный. То сейчас нам важно создать просто хороший, интересный контент в Инстаграме. Вот, как вы сказали уже, вы правильно сказали, на это отводится определенное время, чтобы человека зацепить. То же самое, как ведущему. Для того, чтобы ведущий зацепил, нужно буквально пару секунд ухватиться. То есть, это должно быть вот, ну вот ведущему отводится, допустим, 10 секунд. Если ты первыми словами его уже зацепил, то дальше человеку будет интересно тебя сушить. А если ты его не зацепил, да, то есть он будет зацепать. То же самое у нас в Инстаграме. В Инстаграме любят смотреть на что? Это, наверное, три или четыре каких-то определенных факторов. То есть, это может быть что-то вкусное, да, то есть люди любят посмотреть на что-то вкусное, что-то покушать, там, у них проявляется какой-то аппетит к этому. Они любят смотреть на что-то шокирующее или, чтобы вот выразиться, как-то, может быть, я выражусь некрасиво, но я все-таки скажу, многие еще любят смотреть на дебилов. Я вам скажу, как есть. Реально это так. То есть, это на всяк, когда неадекватных людей, которые могут выбежать, там, центр города Ростова, допустим, полуголыми, там, или голыми пройдутся. На это тоже люди смотрят. Почему? Потому что, блин, пипец. Вот так вот выражается в основном. А также люди смотрят на что-то... Основной подругой, но поможет. Да, я сказала, более доступно. Вот, но могу сказать, что еще также смотрят на таланты людей. Но сейчас очень много талантливых артистов, на самом деле, что есть такие талантливые артисты, которые никому неизвестные, но у них талант вот в себе прям. Но он не создает такой контент, который цепляет. То есть, люди, почему вот сейчас стали каверы записывать? Многие вот, как выражаются, это, опять-таки, выражусь неправильно, наверное, некорректно, но все-таки идут за стадом. То есть, это так получается. Вот один человек записал кавер похожий, и они идут за ним, они записывают похожие каверы. А надо записывать другие, надо придумывать свои. То есть, для этого должны быть идеи. Если он когда-то там пел в одном формате, то ты должен придумать такой формат, которого не было ни у кого. И вот этим самым ты уже можешь зацепить человека. Если же ты хочешь, допустим, в Инстаграме есть, там определенные направления. Если ты хочешь популяризовать свой проект и стать, допустим, раскрутить свой бизнес какой-то, это одежду раскрутить. Если ты хочешь раскрутить себя, то это вообще другое абсолютно. То есть, ты здесь должен быть. Когда человек раскручит личную страничку, он должен создавать красивый формат именно своей жизни. То есть, ты должен показывать себя разносторонним человеком. То есть, это как правило, знаете, на одного человека скучно смотреть. В тебе должно быть несколько человек, чтобы ты мог, естественно, его показать. То есть, где-то ты талантливый, где-то ты умный, читаешь книжки и так далее. Где-то ты спортивный, ты занимаешься спортом. Я у вас загрузила, наверное, можно с ним, по-моему, поговорила. Если ты хочешь раскрутить бизнес, то, естественно, нужно делать уклон огромный, в первую очередь, на торговые точки. То есть, имеется в виду, на паблики, на которые ты будешь оплачивать, потому что с нуля страничку не раскрутить. По статистике, у нас в России аудитория обращает внимание на Инстаграм только после того, как Инстаграм имеет уже что-то. Я бы сказала, это так. То есть, если у тебя 10 тысяч подписчиков есть, на твою страницу зайдут и посмотрят. У тебя нет 10 тысяч подписчиков, на нее даже не зайдут. Потому что я не думаю, что эта страница устарела. У вас 118, да? 115, да. Уже 116. А, уже 116. Да. У нас был день молодежи, день города. Максим знает, площадки, танцующие, город, реактивности. Как она вот родилась? Мы просто, честно говоря, катался по Пушкинской в выходной день, накануне Дня молодежной города. Я на этом сиди, и ребята стоят, уличные музыканты, играют на гитаре, на секс-сапой, на чем угодно, на пошли сканали. Я подъезжаю, даю свою визитку, говорю, хотите на набережной спеть? Сколько заплатить? Бесплатно? Мы благодарны. Мы даем бесплатно. Сцены, звук, Ваня, партнеров своих привлекает, только такие нормальные, да, партнеров Никиты, чтобы продавать там табак или алкоголь, не дай бог. То есть все, что полезно для молодежи, для города. Не поверите, 8 групп появились, которые потом в перспективе стали каверщиками. Тоже выступают теперь 8 групп. И среди них даже, могу сказать, двое так же гуляли по набережной, мы же не понимаем, кто гуляет, день города, и не молодежи по набережной. Взяли, начали продюсировать. Они сейчас в Москве играют, две группы. Их программ был просто не пришли с своими там инструментами. Мы все подключили, ничего не брали. Сказали только петь приличные песни без мата. Не важно на каком языке. Второе, внешний вид соответствующий в девочке, у мальчиков и вес, так скажем, шляпа. То есть у нас не такое мероприятие. Если благотворительный это один момент, То есть вот то, что вы сейчас сказали, продвижение, но у нас она в оффлайне. В онлайне она, наверное, еще больше бы тысячи раз набрала. Таланты, которые проводили танцующий город, они и города. Ребята прошли от такого возраста до так же у нас всех соревнований. И у них это стало подвигаться. Но тут момент, что это все есть, но тут не важно, что мы делаем. Вы и вы все-все-все. Нам оттрансфера на то, что Алию блокируют на месте, как знаете, физики. Если отход того бывает, энергия, она должна откуда-то, откуда-то вывыгать. То есть мы отсюда забираем, на ее месте, что нужно появиться. Мы заблокировали информацию, появилась информационная дура. На этой передаче нужно, чтобы появиться другое. Ну, по идее. Чтобы, как скажем, пространство было заполнено. Чтобы люди понимают, что здесь не только грязь и плохое. И вы там тоже подошли, мы вам слова не дали. Меня зовут Алиса. Мы уже работаем вместе с Екатериной. Я только поняла, что Катя уже представила часть нашего проекта. Да, но я тогда расскажу о второй части нашего проекта. У нас рекламное агентство. И то, что Катя рассказала про интервью, это такое довольно у нас новое направление, потому что мы считаем оно перспективное. Так как мы журналисты, оно нам, во-первых, близко, а так как наша часть, основной нашей деятельности это СММ, то мы совместили эти две деятельности и считаем, что видеоформат это то, что в ближайшей перспективе, конечно, будет таким основным направлением и стаканем. Ну, вот и то, что мы занимаемся СММ продвижением. Девушка вот сейчас рассказала, что она в Инстаграме там работает, да, точно так же, вернее, наверное, почти так же занимаемся и мы. Продвижением в Инстаграме личных брендов, компаний, крупных, ростовских и не только ростовских. И, соответственно, наблюдаем за всеми тенденциями, видим, что происходит и за тенденциями в продвижении. Очень интересно наблюдать и в том числе за молодежью, потому что они задают определенный тренд тому, что вообще читается, что смотрится и на что должны ориентироваться СММщики в подборе контента, в его формировании, да, смотря для какой аудитории ты работаешь. Поэтому интересно с молодежью пообщаться и поработать. Ну, как было там? Отлично. Ну, в принципе, мы все перезнакомились, поняли. У нас нерачительно встреча на долгой дискуссии, потому что впереди туда. Я где-то аденизацию задал с этим вопросом только что, почему-то. Я веду определенный обсессор, сейчас езжу много на общественном транспорте в последние несколько месяцев. Я... Прошу? Да, я на самом деле открыл для себя новый мир. Вот, я обращал внимание, осознанно, неосознанно, не знаю, не всматривался, но в основном почему-то люди, которые ездят, да, они же очень много проводят времени в телефоне, все-все-все. Почему-то в основном открыт ВКонтакте. Ну, 80%. Я хотел поделиться, может быть, есть какая-то статистика посещения социальных сетей, может быть, официальная какая-то, сколько там... Номер 1 в Инстаграм. То есть, на чем основывается, в принципе, почему-то, я почему-то задал себе вопросы, потому что я вижу ВКонтакте. ВКонтакте. Ну, и на последнем месте уже YouTube, потому что Facebook это самая старшая, больше бизнес-рази. Самая старшая, что на Facebook? Ну, да. За 7, да. Да. Но Facebook он более просто серьезный, поэтому к молодежи тяжелее его отнести. Уже такая осознанная наша вот часть аудитории до 16, там почти дни, а ВКонтакте очень даже прилично сидят, и не только из-за музыки, потому что ну, вот продвижение сейчас где-то появляется такое желание какой-то бизнес, даже сделать, продавать слаймы, продавать значки, сумки, все, что угодно. Одета через ВКонтакте. Можно сказать, что конкурирует ВКонтакте по пользованию в России. ВКонтакте, в России ВКонтакте даже в России по... ВКонтакте технически, короче, урок, технически, видимо, удобно. Музыка в Контакте более универсальная площадка. И даже наша. Наша. Как бы она была? Как бы. Ну, компания наша была? И есть. Вот так, кто-то покажет. Сейчас, кстати, очень часто, точнее, я бы сказала, намного чаще стали через Инстаграм развивать Ютуб-канал. Потому что, насколько я знаю, что еще года 3-4 и Инстаграм-канал уже намного будет потухше, чем Ютуб-канал. Поэтому сейчас многие вкладываются в Ютуб. То есть, кто успел, тот захватился, кто не успел, тот не успел. То есть, это так. Если Инстаграм год назад можно было бы еще даже два года назад за него захватиться, то через два года на данный момент вы бы были бы намного популярнее, да, или мы бы намного популярнее в Инстаграме. Поэтому именно сейчас занимаются больше Ютуб-каналом. Как раз Ютуб-канал сейчас собирает огромную аудиторию. И почему он сейчас больше привлекает внимание? Потому что если бы на Инстаграме мы зарабатываем на рекламе, да, там, определенно, если у тебя раскачанный Инстаграм контент, ты зарабатываешь на рекламе. А на Ютуб-канале ты зарабатываешь не только на рекламе, ты зарабатываешь еще и от самого канала, от ютуба, то есть от просмотра, тебе, естественно, капают за это зимой, да. Скоро налог на самозанятую? Вот, не знаю, что за налоги будет, но сам факт того, что хотите качать сейчас с ютуб, пока не поздно. Коренька, ну, давайте дай еще минутку, потому что да у нас... Я почему-то не дышла сюда, не думала задавать вопрос, но он почему-то родился. Я представитель такого образовательного контента в инстаграме и ютубе. Наша самая первая презентация, первое занятие начинается с фразы на весь экран, что блогер – профессия будущего. И от меня все время корребит этот момент, что это статистика, и я не могу ее подтвердить, точнее, эту информацию, простите, не статистику, подтвердить, что скоро эти отделения, это направление официально появится на том же факультете журналистики. Есть ли у вас какая-нибудь по этому поводу, Андрей, информация? Конечно, нет, я могу сказать просто тенденции. Раньше был у нас журфак, ДГУ, потом появился у нас факультет в Ринхе, и ДГТУ – самый молодой медиафакультет. Так вот, у них набор ДГТУ в медиафакультете, в медиапарт ДГТУ, за короткие четыре года набрал самый лучший конкурс во всем университете, самый большой университет. И там у них конкурс огромнейший и самый большой поток, который набирается в полной мере. То есть, нет там избытка ни на коммерции, ни на бюджете. Это где Европа Плюс тут раньше была получилась. Да. Поэтому статистики информационно такое подтвердить не могу, но я бы просто исходя из такого анализа обычного бытового. Да, что он вполне возможно. Я это и в начале говорил. Вот блогинга, что это может вывести. Хоть мы не хотим, но надо вывести. Просто когда мы поступали, я поясню, я поступала именно на рекламу. Сейчас ее даже нет. На шурфаке убрали, да, специальность рекламы. Ну вот, закрыли нашу рекламу, куда мы поступали. Поэтому я думаю, может быть так же, над нами смеялись. Куда вы поступали, на рекламу? Это было когда-то смешно, ха-ха-ха. А сейчас также говорят родители детям, куда ты собрался? Я думаю, что это примерно такой же путь пройдет. Как у бухгалтера. Невозможно. Как и другие специальности швия. То есть мы же идем к прогрессу. Мы еще к химическому. И понимаем, что какие-то вещи будут. Ну и, как понимаете, цифровизация, о которой говорили лет десять назад. Дигитализация. Планы будут 20-е годы, 25-е, 30-е годы. Мы уже 5 лет в дигитализационном обществе живем. Мы полностью все преобразуем только в телефоне. Но это еще и удобно. Скорость принятия решений, скорость обмена информации сокращается не в сотни тысяч раз, а в миллион. Ну, коллеги, как мы договорились вложиться не в такую долгую дискуссию. 45 минут. Я считаю, что мы в конце этого года встретились. Я предлагаю после праздников мы все, что сейчас обдумали, проговорим у себя в голове, со своими коллективами, со своими командами. И встретились либо на этой площадке, либо на другой площадке. Уже в новом году, после новогодних праздников. Чтобы не откладываться там 30-го, 25-го. Давайте... Данные есть, Мария. Вот это создайте группы, наверное, диалог в WhatsApp. Чтобы мы определили удобную для себя теорию. Но вечернее время, наверное, всего туда после работы, учебы. Место удобное, наверное, в центре города. Это, возможно, да? Либо и наукутоплощадку. Ну, и продумать, какие мы уже поняли друг друга. Что мы хотим от этого объединения, либо от этого сообщества. Могу сказать, что тут никто не будет, так скажем, лишаться своей идентичности. Каждый здесь, кто включается в это сообщество, он личность. Он индивидуальный в своем проекте, в своей организации, в своем направлении. Но консолидируетшись, у каждого будут свои интересы в рекламе, в сотрудничестве, в работе. Мы привлекаем различные органы власти для того, чтобы что-то помогать. Вдруг нам нужно что-то в законодательном плане. У нас есть молодежный парламент, правильно? Который может урегулировать какие-то моменты на зонатальном уровне. От городской до региональной и федеральной власти. Если нам нужны будут профессионалы по линии СММ к вам, по линии Инстаграма к вам, по линии кибербезопасности, то тоже у нас есть, ребята. Ну, в общем, всех перечислять им буду. Те, которые представились, все понимают. По практике стажировки тоже есть. Давайте только вот обдумаем сейчас, каким образом мы после Нового года встретимся. Да? Но все все устраивают. Если нет, то мы увидимся в узком формате из этого. Но я уверен, я предчувствую, что мы увидимся в более широком формате, потому что у некоторых... У меня есть для вас просьба. Да. Вы знаете, у нас в Ростове есть более популярные блогеры, чем те, кто здесь собрался. Есть, конечно, но они не хотят приходить. И если вы их пригласите, то это мероприятие будет освещено намного качественнее и больше. Давайте с помощью вас мы всех пригласим. Мы еще раз сделаем такой пост. Мы везде распространили. Но мы поняли, что им неинтересно приходить. А вы их лично попросите? У них есть контакты? Без проблем. Мы попросим. Ростов-Главный подсоединился. Ростов-Бетка и все остальные. В некоторых аудиториях более 250 тысяч. И все коллеги их перечислить. Они готовы и поддержат. Просто физически не могли прийти. Ну, по крайней мере, в пятерых я могу легко назвать. Остальные, давайте вместе консолидируемся. Ну, и мы в таком формате, в этом году. Поэтому я хотел, пользуясь случаем от себя, от всей нашей команды, я не трассу, уже поздравляю всех с наступающим Новым годом. Те, кто остается в Ростове, будет скучно 31 декабря. Всех приглашаем в пар Горького. Будет Юлиана Караулова. Будет диджей-групп. Будет дискотека такая. Прямо здесь, в парке Горького. Будет садовая перекрыта. Можно провести, встретиться в 12 часов ночи. Также будут поздравлены президента, естественно. Салют, все остальное. Только на открытом пространстве, не в квартире, не в доме. Это кому захочется, кому-нибудь скучно. Мы сейчас объезжаем в общежитие, студенческие ребята. Что нам делать на новогоднюю ночь? В общежитии скучно. Покажите. Вот площадка. Круто. Будет там, естественно, гастрофестиваль. То есть и покушать. Можно будет и чаю попить. Я думаю, может быть. Гринтвей. Не говорю, какой. Афт посмотрите, да. Вот. Все будут рады. Но самое главное, я хотел пожелать, чтобы каждый верил в чудеса. Это банально, наверное, отменять человека в таком положении, в таком возрасте говорить. Но, поверьте, это существует, это реализуется. Ну и, конечно же, всем успехам, благополучия вашим семьям, родным, близким. Успехов ваших учебных, профессиональных, семейных делах. Увидимся в новом году. 2020 год очень будет ярким, сильным, потому что мы переходим в новое десятилетие. Новое десятилетие нашего 21 века. И главное событие, безусловно, для нас, для всех, это юбилей нашей Великой Победы. И здесь особая просьба. Мы поэтому встретимся в январе, чтобы мы максимум внимания привлекли все категории от одного месяца до ста и выше лет. Но их минут на сопролете нет нас дар. К тому главному событию, которое было 75 лет назад. Это Великая Победа. Я уверен, мы это с вами вместе сделаем. С наступающим Новым годом. Давайте на другую поаплодируем. Ну, если желаете, можем держать общие фото на память. Кто хочет, кто не хочет, заставлять никого не будем. Спасибо.